Организация объединенных наций. Главная структура, призванная обеспечивать мир и предотвращать войны на планете. С 2022 года ООН столкнулась с вызовом, который ставит под вопрос главные ее принципы и международное право. Несмотря на десятки заседаний Совета безопасности, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о прекращении войны России против Украины, Кремль продолжает агрессию, нанося удары по мирным украинским городам. Более того, РФ вновь заняла председательское кресло в совбезе ООН, продвигая свою пропаганду с главной мировой трибуны. Как ООН может противостоять российской агрессии? И есть ли правовые механизмы для исключения России из главной международной организации? Учреждение Организации объединенных наций по окончании Второй мировой войны ознаменовало создание новой системы безопасности. Великобритания, Китай, СССР, США, Франция победители в войне стали постоянными членами совбеза ООН. Главного органа, на который возложена ответственность за поддержание миропорядка. В составе совбеза 15 стран, но только постоянные его члены обладают правом вета. Резолюции Совета безопасности обязательны к исполнению. К примеру, на их основании могут приниматься решения о проведении миротворческих операций. 10 остальных членов, они могут проголосовать, могут не проголосовать, но обязательно голосование постоянных членов ООН. То есть, если не голосует кто-то или не дает голос за резолюцию совбеза ООН кто-то из основных постоянных членов, то тогда решение не принимается. Это фактически право вета и называется. То есть, фактически это говорит о чем? О том, что есть несколько государств, которым, скажем, дается право блокировать любое решение. Кризис системы безопасности в ООН начал проявляться еще в 50-х годах прошлого века. Уже тогда всеважнейшие резолюции решения со стороны Запада блокировались Москвой и ее союзниками. Приблизительно 49% всех случаев его применения приходится на СССР, а с 91-го года на РФ. После развала Советского Союза место среди пятерки постоянных членов Совета безопасности унаследовала Россия. Однако эксперты считают, что это незаконно. То, что Российская Федерация незаконно пребывает в свою организацию, для юристов международников это очевидно. Потому что, вот смотрите, сооснователями были Советская Украина, Советская Беларусь и Советский Союз. Не Советская Россия, Советский Союз. И то, что Российская Федерация сама правоприемницей назвала, это никакого влияния на ее членство в организации университетных наций юридического не имела. А вот это как раз принцип того, что политическая воля, она стоит поверх международного права. На сайте ООН указано, что Россия приобрела членство в ООН на основании письма Бориса Ельцина. Документ датирован декабрем 91-го года. По словам первого президента РФ, решение о замене СССР Российской Федерацией в ООН поддержали 11 государств СНГ. Однако механизма передачи или правоприемства членства в международной структуре не существует. Впрочем, как и алгоритма исключения из числа постоянных членов Совбеза. Пусть придет очень простую процедуру голосования. Это считается отдельной формальной. Еще немного государства, которые подавали заявку на членство ООН, не было провалено в голосовании. А Россия боится. А знаете почему? Потому что там только один критерий. Страна должна быть миролюбивой. Поэтому Москва боится провала голосования. И поэтому делает все возможное, чтобы вопрос рассмотрения ее незаконном присутствии ООН вообще как можно менее возникал в дискуссиях в секретариате Организации Объединенных Наций и среди стран-членов Совета Безопасности и членов ООН. С начала путинской войны в Украине Генеральная Ассамблея ООН, членами которой являются 193 страны, большинством голосов приняла несколько резолюций, осуждающих российскую агрессию. Однако эти документы не более чем декларации, поскольку не имеют обязательной силы. Организация Объединенных Наций в этом плане проявилась в полную неэффективность. То есть да, ее решение имеет значение для каких-то там стран, которые не имеют колоссального влияния на мировую экономику или на мировую архитектуру безопасности. Вот для них организация Объединенных Наций влиятельная организация. А что касается стран, которые имеют ядерную зубинку или контролируют какую-то очень значительную часть нервового ВВП, то для них организация Объединенных Наций – это такая консультативная, совершенно необязательная история. Отправной точкой начала кризиса системы мировой безопасности принято считать аннексию Крыма в 2014 году. Тогда Россия, будучи постоянным членом Совбеза ООН, стала агрессором. Начав блокировать любые миротворческие инициативы ООН, Кремль поставил под вопрос существования Организации Объединенных Наций как гаранта мира. Фактически Россия вернула в мировую политику право силы. Да даже если все страны, кроме одной проголосовали, невозможно исключить постоянных членов из РТЗ. Невозможно их избавить, брать не из права века. Разве это те демократические принципы, вокруг которых должна строиться система международных отношений? Где здесь может быть разговор о каком-то праве и справедливости? В мае 2023 года на пресс-конференции саммита Большой Семерки в японской Хиросиме генсек ООН Антонио Гутерриш вернулся к теме реформы международных институтов. Он заявил, что состав Совета Безопасности ООН должен быть изменен так, чтобы соответствовать реалиям сегодняшнего дня, а не 1941 года. Ведь тогда страной-агрессором считалась Германия. Но теперь она вполне заслуживает того, чтобы занять место России в пятерке постоянных членов Совбеза. Каждый практически генеральный секретарь ООН заявляет о необходимости реформирования и о том, что есть несовершенные механизмы ООН, но ничего не движется и никуда никакого развития не происходит. И для того, чтобы это произошло, нужно принимать смелые и радикальные политические решения. Скажем так, единство среди всех участниц, государства-участниц ООН относительно, скажем, изменения и процедур, и исключения кого-то из состава постоянных членов Совбеза ООН нет. Лишить Россию постоянного членства фактически невозможно. Устав ООН не предполагает ситуации, когда одни члены Совета Безопасности исключают других из его состава. Украинская сторона пошла по процедуре того, что не признает правоприемственность России в отношении места в ООН, которое она заняла СССР. То есть она должна пройти обычную процедуру голосования на Генеральной Ассамблее и снова стать членом этой организации, а потом, так сказать, ей, может быть, будут делегировать и полномочия постоянного члена Совета Безопасности. Но, может быть, и нет, и не станет членом организации, не буду делегировать эти полномочия. Поэтому вопрос Москвы постоянно ставится на паузу, он нигде не рассматривается, хотя Украина послала свой запрос не единожды в секретариатии ООН. Ну, а другие страны особо тоже это не педалируют, рассмотрение этого вопроса. Понимаем, что ООН без России – это, так сказать, организация, которая будет не комплексной, не универсальной, и поэтому как бы идут на такой, прямо скажем, неморальный компромисс. После полномасштабного вторжения России в Украину ООН постаралась создать дополнительные механизмы воздействия на РФ. Их целью было документировать нарушения международных законов, а также информировать о них международную общественность. Была создана мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине. Она фиксирует военные преступления российской армии и жертвы среди мирного населения. В феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Однако все началось в декабре 1991 года с оккупации советского постоянного представительства, когда Москва также председательствовала в Совете Безопасности. Сколько еще российских преступлений потребуется, чтобы вопрос о присутствии диктаторского кремлевского режима в советском постоянном представительстве был решен? Настало время действовать и заставить Россию соблюдать устав ООН и международное право. В апреле 2022 года Россию исключили из Совета ООН по правам человека. Это решение было принято после того, как стало известно об убийстве россиянами мирных жителей в городе Буча, Киевской области. Согласно уставу ООН, государство, которое принимает участие в агрессии и является стороной агрессии, не имеет права принимать участие в решении вопроса, касающейся этой агрессии. И здесь есть вот эта двусмысленность, что государство Россия, которое является прямым агрессором, и это признано на уровне ООН, напомню, это Генеральная Ассамблея проголосовала за такую резолюцию, оно продолжает оставаться участником процессов и обсуждений агрессии. Нынешнее председательство России в Совете Безопасности не только указывает на кризис системы ООН, но и несет в себе целый ряд угроз. По словам Василия Небензи, постоянного представителя государства-агрессора, Россия в июле будет инициировать обсуждение конфликтов на Ближнем Востоке. Таким образом, РФ пытается отвлечь мировую общественность от своих преступлений в Украине. Компоненты международного права, устав ООН и решение нашего Совета трактуются коллективным Западом извращенно и выборочно, в зависимости от того, какая установка поступила из Белого дома. По сути, на целый месяц Россия получила главную трибуну мира для продвижения своей пропаганды. Войну представитель террористов называет «украинским кризисом», а в ударах по мирным украинским городам обвиняет Киев. Это традиционная и построенная на пропаганде ложь, которую Россия применяет до сегодняшнего дня. Напомню, та же ложь и те же варианты присутствовали 17 июля 2014 года, когда Россия, испугавшись, что она совершила тяжелое военное преступление, сбила Boeing MH17 и придумывала целую кучу различных версий, стремясь отвести от себя подозрения, только не называя основную версию и не разрешая, не, скажем, позволяя провести надлежащее и быстрое расследование, как это надо было сделать. Утром 8 июля российские войска нанесли массированный удар по Украине. Среди других объектов под обстрел попала киевская больница «Ахмадед», где находились тяжело больные дети. В больнице было свыше 600 пациентов и примерно столько же медицинских работников. Дети находились на капельницах, на диализе и в реанимации. Кроме того, на момент ракетной атаки проводились три операции на сердце. Международное сообщество осудило российские удары, в результате которых погибли мирные жители. В ООН заявили, что детская больница «Ахмадед» в Киеве пострадала от прямого попадания российской ракеты. Анализ видеоматериалов и оценка, проведенная на месте инцидента, указывают на высокую вероятность того, что детская больница пострадала от прямого попадания, а не вследствие повреждения от противовоздушной системы. Мы намеренно не нацеливаемся на гражданскую инфраструктуру Украины, только на ту инфраструктуру, которая относится к военно-промышленному комплексу Украины. Мы не бомбим города, мы не бомбим гражданское население. Ну, это все напоминает советскую дипломатию, когда Россия начала войну против Финляндии. И тогда еще была Лига наций, в Лиге наций посол советский говорил, что Хельсинки, столицу Финляндии, бомбардируют советские бомбардировщики не бомбами, а якобы мешками с хлебом для того, чтобы финский пролетариат не голодал. Все это повторяется и сейчас. Надеемся, что Небензи нам удастся все-таки привлечь к ответственности, как в свое время привлекли к ответственности Риббентропа, шефа дипломатии Третьего рейха, который считал, что он ни одного военного преступления не совершил, но вы знаете, что его повесили, да, в конце концов. Ну, то, что Небензи озвучивает и так дальше, это человек, который должен преследоваться международным правосудием. В начале июля Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию, в которой призвала Россию срочно вывести свои войска с территории Украины, а также вернуть под контроль Украины Запорожскую атомную электростанцию. Резолюцию одобрили 99 стран. Девять были против, среди них Беларусь, Бурунди, Куба, КНДР, Россия и Сирия. Однако и это решение Кремль будет игнорировать. Реформа Совбеза должна состояться, об этом шла речь во время большинства выступлений и дебатов, которые сама РФ и созвала в Совбезе. Но не будем радоваться иллюзиям, что есть какой-либо способ написать решение таким образом, чтобы оно убедило Путина. Поэтому победа над Путиным – это прежде всего победа на поле боя, но еще и политическая победа, целью которой должно стать изменение существующего в РФ режима. Путин должен проиграть, и я думаю, что Россия должна быть развалена, как это государство, которое имперское, держится еще там с 18-19 столетия. Вот тогда это станет моментом очищения и в том числе международных институтов от этого мусора. Мы видим, что экономические, скажем, санкции, они частично подрывают, скажем, финансовые и экономические способности и потенциал Российской Федерации, но это далеко недостаточно. И Россия продолжает упорствовать и вести агрессивную войну, совершая новые и тяжкие, более тяжкие военные преступления. Россия использует членство в ООН, право голоса и вета в Совете безопасности организации с единой целью – оправдывать свои многочисленные преступления против независимых, суверенных государств и их граждан. Все конфликты, поддержанные Кремлем, а также развязанные им войны, включая полномасштабное вторжение в Украину, давно лишили РФ морального права быть частью цивилизованного мира. Россия должна быть выведена из всех международных организаций и площадок, принципы и идеалы которых не разделяет, и которые чужды кровавому путинскому режиму.